С гордостью можно говорить, что у нас самое, наверное, сформированное, самое взрослое, самое авторитетное журналистское сообщество во всей Ростовской области. Я это говорю абсолютно искренне, потому что, ну, наверное, вот, если так посмотреть, такого количества средств массовой информации, и печатных, и телевизионных, и электронных, как в городе Азове, ну, наверное, надо поискать, очень хорошо постараться, чтобы найти что-то похожее. Я не беру, конечно, административный центр, а вот остальные города вряд ли этим могут похвастаться. Поэтому я от всей души желаю вам продолжать это начатое дело, передавать его следующим нашим поколениям, которые будут приходить в эту профессию. Вам всего самого-самого доброго, ну, и еще раз подчеркну, конечно же, крепкого здоровья вам и вашим близким. День российской печати был учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. Но история этого праздника берет свое начало с выхода первого номера газеты «Ведомости» в 1703 году. Издание было учреждено указом Петра Великого, как один из инструментов оповещения о реформах в Российской империи. В Азове, по сложившейся традиции, в этот день за круглым столом, наряду с представителями печатных изданий, собираются коллеги, работающие в интернет-ресурсах, а также сотрудники двух старейших телекомпаний города. Молодые, прекрасные, обаятельные, дай Бог вам всем здоровья, благополучия, удачи в вашем деле. Мы вас искренне уважаем, потому что, ну, без вас мы бы не могли в полной мере рассказывать о своей работе, о тех задачах, которые сегодня мы решаем для жителей нашего города, о том, что предстоит завтра, послезавтра в нашем городе. Это все люди узнают через вас. Мы не можем выйти на площадь сегодня и кричать, вот мы завтра проводим какое-то мероприятие. Мы знаем, что мы ее проведем, но когда вы рядом с нами, об этом узнают сотни тысяч людей. Вот за ваш труд, вам низкий поклон, благодарность, дай Бог вам всем здоровья, вашим семьям, и чтобы 21-й год, год быка, был, может быть, и упертым, ну, таким здоровым, хорошим и прекрасным годом для всех нас и для наших жителей. С праздником вас! Как правило, на подобных встречах в неформальной обстановке за чашкой чая обсуждаются вопросы и темы, которые волнуют всех и каждого. Вносятся предложения о реализации дальнейшего сотрудничества и планируются новые совместные проекты. А по окончании мероприятия, согласно сложившейся традиции, журналистам, операторам и редакторам за заслуги на профессиональном поприще были вручены благодарственные письма и премии. Екатерина Чесверякова, Александр Кучец, Азов.Инфо